Рынок, где основной товар между покупателем и продавцом – это различные ценные бумаги, называется фондовой биржей. Это специально организованная торговая площадка. Если вы только начинаете инвестировать в акции и облигации, то начать стоит с открытия индивидуального инвестиционного счета. И это тема нового выпуска программы «Знаний для жизни». Здравствуйте! Продолжение следует... Обыватель или физическое лицо для себя ищет инструменты, которые ему дают большую доходность. Самый популярный инструмент в России – это депозит. Но за последние годы ставка депозитов значительно сократилась. Индивидуальный инвестиционный счет – это один из инструментов финансовых, который используется для дополнительного дохода. Дополнительный доход по индивидуальному инвестиционному счету может формироваться из прибыли при покупке и продаже ценных бумаг и по дивидендам акций, которые вы покупаете. И если о таком понятии, как индивидуальный инвестиционный счет или ИИС, ставропольцы еще что-то слышали, то для чего все это необходимо, представление имеют очень расплывчатое. Это личный счет, на котором ведет развитие человека. Это счет, на который можно инвестировать средствами. Индивидуальный инвестиционный счет – это счет, открываемый в банке, с целью получения вкладчиком, открывающим физическим лицом дохода. Возможность положения средств. Понятия не имею. Что-то индивидуальное. Ну, это индивидуальный инвестиционный счет. Он открывается для того, чтобы кто вкладчик получить, потом вычет налоговый 52 тысячи рублей. Ну, а эти деньги используют для инвестиций. Если там что-то заработаешь, то хорошо. А можешь и пролететь. Это плохо. По сути, индивидуальный инвестиционный счет – аналог любому брокерскому счету, который открывается для торговли на бирже. За тем исключением, что последних может быть много, а он только один. Это связано с тем, что по вложениям, которые поступают на индивидуальный инвестиционный счет, можно получить налоговые льготы. Конечно, как и любой инвестиционный инструмент, индивидуальный инвестиционный счет имеет преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести возможность получения налогового вычета, который прибавляет 13% к тем доходам, которые вы имеете по этому счету. К недостаткам, конечно, нужно отнести риски любого инвестирования, в том числе и через индивидуальный инвестиционный счет. Поскольку инвестиционный счет – это все-таки работа на рынке ценных бумаг, и рынок колеблется, поэтому здесь могут быть и риски потерять ваши средства, и никто никаких гарантий доходности здесь дать не может. В любом случае, чтобы иметь возможность работать с ИИС на фондовом рынке, требуется посредник. Такой счет открывается у организации – профессионального участника рынка ценных бумаг, то есть у брокера или в управляющей компании. А вот для управления этим счетом есть целых два варианта. Для самостоятельных инвестиций подойдет фондовый брокер. В этом случае вы можете самостоятельно покупать и продавать акции, облигации, совершать сделки. Правда, разбираться в процессе тоже придется самому. Брокер не контролирует, в какие финансовые инструменты инвестирует его клиент. Ну а если погружаться в детали процесса не хочется, можно открыть счет и передать его в доверительное управление. Профессионал в лице управляющей компании будет распоряжаться вашими деньгами за плату. В любом случае, перед началом работы с любым из выбранных посредников проверьте наличие у него соответствующей лицензии. И список тех брокеров, которые имеют лицензию, можно найти на сайте Центрального банка России. В случае, если вы принимаете решение о доверительном управлении счетом, то вам все равно нужно будет посмотреть управляющие компании. Самое лучшее посмотреть их рейтинг. И расположен он на сайте банки.ру. Открытие индивидуального инвестиционного счета осуществляется бесплатно. Сегодня процедура открытия брокерского счета максимально проста. Соответственно, в век диджитализации или цифровизации мы можем просто обратиться в любое приложение профильных банков и там помогут открыть счет. Для этого нужен паспорт, НЛН и какая-то персональная информация о самом клиенте. Но поскольку для ведения счета приходится привлекать брокера, нужно учитывать возможные издержки, такие как комиссия по торговым операциям, плата за депозитарий, то есть хранение ценных бумаг и прочее. Кстати, у суммы, которую вы можете внести на инвестиционный счет, нет входного минимума. Со временем управляющие компании и брокерские дома опустили точку входа в такие продукты до 5000 рублей. Ниже и ставки я пока не видела. Раньше заход в такой инструмент был от 50-ти, от 30-ти тысяч рублей. То есть мы видим, что время идет, гибкость появляется, все более и более эти инструменты становятся доступными для физических лиц. Впрочем, с небольшой суммы и заработать получится немного. И вычет с такой суммы тоже невелик. К слову, у индивидуального инвестиционного счета есть ряд особенностей, которые следует помнить. Кроме возможностей у владельца есть еще ограничения. Инвестиционный счет открывается на сумму до 1 миллиона рублей. Но налоговый вычет можно получить с суммы 400 тысяч. Это означает, что завести денежные средства на счет человек может до миллиона. Есть еще несколько критериев у инвестиционного счета. Счет должен работать 3 года. И денежные средства с него снимать нельзя. Если вы сняли и вывели денежные средства, соответственно, вы лишаетесь налоговых льгот. И если вы эти налоговые льготы уже получили, вы обязаны их вернуть, будете государству. Инвестиционный счет можно пополнять только в рублях. Если вы хотите завести денежные другие знаки, доллар, евро, соответственно, вы заводите в рублях. Но на этой площадке потом покупаете валюту. Но выводить вы ее тоже сможете только в рублях. То есть движение происходит на территории Российской Федерации только в рублевой зоне. Есть мнение, что этот счет призван привлечь больше людей к торговле на фондовой бирже и сделать долгосрочное инвестирование в ценные бумаги более популярным среди населения. В качестве поощрения россиянам предлагается механизм налоговых вычетов. Их два типа. Налоговый вычет типа А или вычет на взносы. Вы сможете ежегодно возвращать 13% от суммы, которую вносите на ИИС. И налоговый вычет типа Б или вычет на доход. С этим вычетом вы экономите на налоге. Вам не придется отдавать государству часть дохода от инвестиций, которые вы должны ему по закону. Этот вычет можно оформить один раз, когда будете закрывать индивидуальный инвестиционный счет. Заполняя декларацию 3НДФЛ, клиент обратит внимание, что будут предложены налоговые льготы двух типов. Тип А и тип Б. Тип А – это когда вы получаете налоговые льготы на тот капитал, который вы завели на инвестиционный счет. Максимально вы можете его получить с суммы 400 тысяч. Значит, в год 13% с этой суммы составляет 52 тысячи рублей. И получать вы их можете каждый год. То есть, если у вас инвестиции на 3 года, каждый год 52 тысячи рублей вы можете получить, если вы, соответственно, заводите 400 тысяч. Если мы говорим по типу Б, это налоговая льгота, которая освобождает физическое лицо от уплаты подоходного налога на доходы, который он получает с инвестиционной деятельностью своего счета. Из двух типов вычетов придется выбрать только один. Совмещать их не получится, потому что тип А предполагает, что вы возвращаете 13% с суммы, что вы налоги уже заплатили. Соответственно, вы имеете официальную заработную плату, вы оплатили налоги, и вы их себе возвращаете. Второй тип предполагает, что у вас нет официальной заработной платы. То есть вы либо пенсионер, либо студент, либо вы, может быть, мама в декрете, но пользуетесь инвестиционным счетом и получаете освобождение от уплаты налогов на весь и свой инвестиционный доход. Для получения такого вычета вам нужно сдать в налоговую службу декларацию 3 НДФЛ, справку о доходах в течение года, например, справку о зарплате 2 НДФЛ, договор с брокером или управляющим об открытии ИИС, документы, которые подтверждают факт зачисления денег на ИИС, например, платежные поручения квитанции, заявления на возврат налога, реквизиты банковского счета, на которые переведут деньги. Кстати, самим термином «индивидуальный инвестиционный счет» российское законодательство обзавелось только в 2015 году. А вот сами биржи, в том числе фондовые, имеют значительно более богатую и долгую историю. Ставропольская губернская торговая биржа была организована 5 августа 1922 года. Спустя чуть больше полугода ее переименовали в Ставропольскую товарную биржу. Тогда, в начале 20 века, для оборота именно ценных бумаг не было отдельной биржи. В общих, как еще называли их товарной биржи, могли заключаться сделки при покупке, либо продаже векселей и валют. Так, например, в 1926 году в городе Ставрополье ревизионная комиссия товарной биржи произвела обследование деятельности Ставропольской товарной биржи. И что выявило? Что в кассе, сколько вот имелось денег, сколько имелось денег в Госбанке, в Промбанке, в сберегательной кассе, и сколько имелось ценных бумаг. Ценных бумаг, они начитали, что имелось здесь 40 ток. Это в товарной бирже города Ставрополь. Впрочем, в документах того времени сохранилось не так много самих ценных бумаг. В Государственном архиве имеется вексель от 1885 года. Векселе говорится, что купец Иван Михайлович Гуров должен был предоставить 300 рублей за такой период, как 6 месяцев, жителю города Ставрополя. Такой способ вложения средств в то время был достаточно распространен. И добычей грабителей банков на Ставрополе, кроме денег, становились в том числе и ценные бумаги. Сегодня же при помощи индивидуального инвестиционного счета любой инвестор-частник имеет право вложить свободные средства в ценные бумаги и заработать на дополнительных бонусах от государства. Это похоже как на коробку. И в эту коробку вы можете положить различные инструменты. Кто-то кладет акции, кто-то кладет облигации федерального займа, кто-то покупает сложные структурные продукты. Поэтому в зависимости от уровня подготовки каждого клиента, каждый себя выбирает. Но самое интересное, инвестиционный счет может быть просто заведен, на него могут быть просто положены деньги, и они могут там просто лежать. Соответственно, человек уже получает с этих денежных средств право на налоговый вычет, не покупая какой-то конкретный инструмент. Инвестиционный счет даже можно назвать современной альтернативой вкладу, поскольку при правильном использовании инвестор может заработать на таком вложении больше, чем на банковских процентах. Но при вложении средств куда-либо здравый смысл никто не отменял. Инвестируют только те деньги, которые лишние. Если это деньги, которые, ну скажем так, из подушки безопасности, либо это деньги последние, то это плохая идея. Направлять средства, которые могут понадобиться прямо сейчас, на покрытие каких-то своих рисков, инвестиции, потому что забрать вы оттуда их не сможете, приумножить не получится, тогда ради чего затевалась вся игра. По срокам использования у индивидуального инвестиционного счета никаких ограничений законодательно нет. Единственная причина его закрытия – желание владельца. При этом со счета нельзя вывести часть средств, только сразу все деньги и ценные бумаги, и автоматически закрыть счет. Так кому же подойдет индивидуальный инвестиционный счет? Подводя итоги, можно сказать, что тем, кто готов инвестировать свои свободные средства, сроком не менее чем на три года и готов получить гарантированный доход. Будьте финансово грамотны и до встречи в следующем выпуске «Знаний для жизни». Субтитры создавал DimaTorzok